Всем привет, друзья! Сегодня 27 число и наконец-то мы убрали индюшку. Это последняя из самок. Есть еще два самца. Я вам уже в который раз, вот на четком примере, показываю, что держать для себя выгодно. И прям очень-очень выгодно. Кто бы что ни говорил, что типа мясо жесткое, возможно, на породные птицы, которые нужно до забоя держать месяцев 9, и его там мало, и оно больше похоже на домашнюю курицу, например, для бульона, то это да, может жесткое. А вот в таких индюшках бройлерных мясо нежнейшее, мягкое, вкусное. То есть, чего только не готовили с этого мяса, это просто фантастика. И вот уже в который раз я вам показываю тушку, ну как бы не просто голословно, а именно прям вот показываю. Этим индюшкам первого или вот 31-го было бы 6 месяцев. Их можно было убрать в 4-4,5 месяца. Они были по весу примерно такие же. За это время на них наросло только сало, то есть жир, то есть они стали жирненькие. Поэтому, как бы держать до 6 месяцев не стоит, но если вы держите для себя, там купили 5 индюшек, то, ну я считаю, что не так-то сильно они и едят, чтобы убрать их всех одновременно и это, и закладывать в морозильник. Можно вот так постепенно, как делаем мы. Смотрите, это бролерные индюки, которых я взял 5-недельными по 350 гривен. Я вам сейчас на примере прям одного индюка уже в который раз объясню, насколько это выгодно. Потому что даже если мы их не убрали в 4 месяца, вы сейчас все поймете. То есть я их брал месячных, им сейчас 6, это я их кормил 5 месяцев. За 5 месяцев одна индюшка съела примерно 50 килограмм корма, ну комбикорма готовой. Потому что я им кроме готового комбикорма больше ничего не давал. Я им покупал не индюшиный, а бролерный. И я им покупал, хоть они уже и взрослые, я им покупал рост. Не финиш, а рост. Потому что финиш более слабый по составу, поэтому я им покупал рост. 50 килограмм роста, я беру 20 килограммовый мешок за 300 гривен. Это значит, что 50 килограмм роста стоит 750 гривен. И 350 я отдал за индюшку. За живую, за штуку. Получается, что цена, себестоимость вот этого индюка 1100 гривен. Пока они у меня жили, она мне снесла, наверное, от десятка 3 яиц. Может, я, конечно, загнул палку, может, 2, ну, даже 2 десятка. И вот, кстати, Светлана Николаевна разделывала. Вот достала вот такое яйцо. Специально поклала предыдущие яйца. Вот они вот такого размера. А это она уже начала нести полностью хорошее, большое, взрослое яйцо. Ну, спустя месяц после начала яйцекладки. Потому что они начали нестись, им немножко было меньше, чем 5 месяцев. То есть целый месяц неслись индюшки. За это время вот эти 3 индюшки, что у меня ходили, нанесли, наверное, около 50 яиц. Молодцы. Ну, может, чуть меньше. Может, чуть меньше. Вот так. Все. Давайте сейчас считать. И еще, знаете, показывая предыдущих, мне начали писать. Кокцидиоз. Ребята, печеночка абсолютно здоровая. Это кровоподтеки. Кокцидиоз. Это нормально при забое птички. Как бы у кокцидей получаются такие, знаете, как кисты на печень. А это печень чистая. Вот печень и желудок. Короче, чистота и красота. Запомнили? Себестоимость 1100 гривен. Сейчас кладем индюшку на весы. И даже по самой минимальной цене. Давайте. Это самая минимальная цена. Такой цены вы нигде не найдете. 150 гривен. Нормальная цена на индюшек 180. Индюки стоят 200 гривен. Ну, а это такая минимальная, знаете, для того, чтобы продать. Если, например, у вас их много. Индюшка полная желтков. То есть она бы не слась. Она бы еще не слась и не слась. И, ну, как бы каждый день по яйцу. Но это не выгодно. Потому что она, яйцо, получается в среднем 7 гривен. Это очень дорого. Поэтому не держим бройлерных индюков на яйцо. 1100 гривен стоит индюшка. И ее стоимость по самой дешевой цене выходит на 2000. То есть 50% чистыми вы получаете на индюшке. Я думаю, что я очень доходчиво и очень просто объясняю. Но если ее продать по нормальной цене, то ее сумма увеличивается, ну, вот прям хорошо. Понимаете? Стоит 2400 гривен. Это индюшечка. Вот такая вот красивенная большущая туша. Хотя, посмотрите, это не самая большая. То есть были 15-килограммовые. Это еще плюс полтора килограмма. Чуть ли не до 3000 индюшка выходит. Понимаете, о чем я говорю? Вот так. Все. Сейчас я ее осмолю. А хотя слониковано ее посмолила. Что-то слабо. Наверное, не переворачивала. Вот так. Все, друзья. Вот такая вот красавица. И знаете, вот этими своими роликами уже одного человека, это 100% я уговорил завести индюков. Кто этот человек? Это моя сестра Надя. То есть, посмотрев, насколько это не то, что там цыплята, утята, носись с ними, загончик и еще что-то, двор во дворе их выпускает или еще что-то, ну, тому подобное. Индюки сидят себе. Это все-таки бройлерная птица. Она себе спокойненько сидит в загоне. Они ни на один день не выходили с этого загона, потому что бройлерная птица, это птица искусственно выведенная для того, чтобы она выросла большая, чтобы, ну, в конечном итоге стать мясом и никаких планов от нее, ну, на нее строить не надо. Только забойное мясо. И вот этот момент моей сестре понравился. Она мне говорит, что когда буду брать на следующий год весной, а я хочу взять пораньше на следующий год, то чтобы, как бы, и на нее пять штучек, все чистенько, пять штучек заказал. Так что, вот так. И еще кто там, ну, говорит, что, как бы, надо ее забивать раньше, не могу сказать, ну, говорю, что, конечно, жир появился, но при этом не могу сказать, что индюшка прям суперсильно, прям суперсильно зажирела. Вот тут чуть-чуть по спинке жир, ну, и вот тут во внутренностях немножко жира. А так, а так птичка очень даже хорошая. Сейчас переверну, покажу, что эту ничего индюки не порвали. Секунду. Вот такая вот чистая спинка, ровненькая. Вот здесь вот жирка добавилась, вот здесь по крыльям, по шее немножко. А так вот, видите, немножко даже мясо просвещается. Хвост это такой прям жир-жирный. А остальное все такое вот прям нормальное. Так что, вот так, абсолютно доволен просто на тысячу процентов этой птичкой и тем человеком, у которого я ее взял. Прям серьезно, потому что, где бы я, ну, как бы, сколько я раз держал индюшек, это самые лучшие. Вот так. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.